На портал Гзагет поступил вопрос. Можно ли просить у Господа материальных средств? Можно. Господь это не запрещал. Конечно, святые, особенно монахи, они передавались воле Божьей, не просили, зная, что Бог их и накормит, и напоит, и оденет, и обует. Но если, допустим, эти материальные средства нужны не для самопрославления, не для того, чтобы моё сребролюбие успокоилось немножко, а, например, для семьи, ближних, то есть как такое внешнее продолжение моей любви к ближним. Для отца семейства, это, соответственно, его зарплата, то, что он приносит в дом, чтобы накормить своих ближних, а дети обуть. Это любовь так проявляется. Допустим, если такая ситуация, человек работ потерял, денег не хватает, хочет где-то прерыводок найти или ещё что-то в этом роде, чтобы у ближних было как-то немножко легче жить. И им руководит любовь. Не просто вот у меня будет счёт в банке такой, знаете, побольше. Ты так смотришь, ну, сейчас раньше был сберкнижка, а сейчас онлайн банк, да? Ой, сколько нулей, так приятно как. Вот это, так сказать, серебролюбие, да? Вот тогда, да, вот это не стоит подростковать. А если это вот, чтобы, ну, необходимая вещь, то да, почему бы не просить. Или, например, даже другая ситуация. Бизнесмен. Вот он не только любит, так сказать, уважение, опять же, вот эти счета в банках там и так далее, он любит людей, которые работают у него на предприятии, например. И вот предприятие, ну, как-то вошло в какую-то такую, так сказать, ситуацию, которая может подкрутиться. Ему, конечно, не только и себя жалко, и свою семью жалко, и людей жалко, которые на предприятии, которые, ну, вот, куда-то там пойдут на улицу, где-то там, может быть, искать работу, может, и сразу найдут. И он это беспокоится, и он просит у Бога, чтобы Господь ему как-то помог раздобыть какой-нибудь там кредит подешевле, там, или ещё что-то, чтобы вот его деятельность продлировалась. Опять же, им руководит беспокойство о людях, и своих ближних семей, членов семьи, и, например, рабочих, служащих. Это нормально. Вот, поэтому, главное, какая мотивация. Если это дружба, любовь, забота, то это нормально. Если это серебролюбие, крестолюбие, шлоимство, так сказать, гордыня, словолюбие, ну, другие там грехи, то это плохо. Правда, какая мотивация.